Привет, Кейм. Мы на финалах шестого сезона Студ Лиги в Ростове. И с нами представитель преступления Counter-Strike. Пожалуйста, представься. Здравствуйте, меня зовут Алексеев Роман, учащийся в ЮФУ и представляющий этот же университет. Ваши матчи только предстоят. Вы уже походили здесь, как здесь около сцены? Обстановка не мешает ничего? Да, у нас игры будут только предстоять. Мы играем в группе B. По обстановке могу сказать, что все на высшем уровне. Вчера мы приходили играть за компьютером. И, как показывает в сравнении с прошлым годом, все намного лучше, с каждым годом все становится. А в том году где проходили финалы? В прошлом году финал проходил в Москве, в Йота-арене. И тут даже лучше? Тут намного лучше. На что вы рассчитываете в этом году и как выступили в этом году? Я знаю, что главные соперники из Питера не участвуют. В этом году у вас будет меньше конкуренции, да? Да. В этом году мы рассчитываем только на первые места. В прошлом году выступили мы не очень хорошо. У нас по дисциплине КС вообще толком ничего не получилось. Но в этом году мы все исправим. Почему ты так думаешь? Вы усиленно тренировались? Мы, во-первых, усиленно тренировались. У нас обновление коллектива и коллектив стал намного сильнее. Можно примерно по рангам рассказать, кто из вашего состава на каком ранге играет? Вся сборная ЮФУ по Counter-Strike имеет 10 левел фейсита. Глаж, главный капитан и снайпер Хоббл имеет 4000 л на фейсите. А в среднем у команды 300 л. В целом, как ты думаешь, есть ли шансы у представителей какой-то сборной попасть в условный Virtus.pro? И вообще, есть ли желание идти по киберспортивной карьере? Конечно, каждый из нас может попасть в любую из топовых команд, ведь все зависит не от каких-то внешних факторов, а от самого человека, его желания и самоактивность человека в этом деле. Если, например, ты захочешь попасть в киберспорт и будешь прикладывать все усилия, то ты когда-либо 100% попадешь. Судьба тебе точно поможет в этом. Ты хочешь попасть в киберспорт? Я думаю, да, хочу. Ну как, да, хочу. Тогда, насколько ты тренируешься и, ну вообще, имеешь ты представление, что нужно сделать, чтобы пойти по этой плеснице? Ну, есть несколько способов попасть на высокий уровень игры. Это, допустим, когда-либо ты ищешь себе команду, участвуешь с ней в разных матчах наподобие как и Сия на таких платформах и фейсит. И дальше участвуешь с ними и развиваешься как командный игрок. Либо же ты играешь просто в фейсит премиум, попадаешь в топ-100 мастер лиги, потом играешь в фейсит про лиг челленджер квалификацию. Если ты попадаешь туда в топ-2, то ты уже попадаешь в полупрофессиональный хаб, где уже ты показываешь свой уровень. И если ты дальше продвигаешься в нем успешно, то тебя замечают команды и зовут на тесты. Ты сейчас играешь в своей команде какой-то отдельной или только в составе университетской вашей? До этого у меня была своя команда, с которой мы неплохо выступали, но на данный момент она разошлась, так как забрали одного из основных игроков. Поэтому на данный момент весь фокус и все внимание идет на ВКСЛ с нашей университетской командой. Его забрали куда-то повыше, да? Да. То есть он пошел вот по тому пути, если не секрет, куда он пошел? Он пошел вообще, ну как, это состав полупрофессиональный, ну мало, я знаю, как он называется, мало известный состав, но вот недавно его звали на тесты в S-Gaming, одна из популярных полупрофессиональных команд в России. То есть вот путь, можно сказать, для карьеры перед нашими глазами. Сейчас у вас матч, с кем вы играете? С Куб ГУ будем играть на сцене и я не помню, честно сказать. У вас сейчас тут групповые этапы, вам нужно просто попасть в плей-офф, да, то есть не быть им последними? Да, нам надо выиграть две игры из трех, если, ну, мы должны с ними справиться и, в принципе, попасть на следующий день в плей-офф. И кто ваш главный соперник в этом году? Мы сами себе. Потому что все бывает в игре, бывают нервы и можешь просто перенервничать и от этого ты просто проиграешь сам себе. Надо стараться выкладываться на полную и просто выкладывать всего себя и все получится. То есть ты описываешь ситуацию, как мне попали сюда одни-то питерцы, да? То есть, казалось бы, они чемпионы. Сказали, что там получилось. Вы ведь с ними играли, да? То есть вы их не пустили, получается? Или там какая-то другая история? Там другая история была, точно не моя, по-моему. Вы вышли в Куб ГУ и получается ЮФУ. По КСу было сложно играть против соперников с Питера, но другие дисциплины постарались и набрали большое количество очков, чтобы они не прошли. Расскажи, вот у вас в составу Контра-Страйка вы как с другими ребятами общаетесь? С другими ребятами, конечно, общаемся, поддерживаем контакт и дружим с ними и хорошо общаемся между собой. Здесь я видел в Солово, и ребята на одном телефоне наблюдали за матчами. То есть, допустим, ребята, по-моему, из Сокрафта, они посмотрели за матчами клэш в рояле и радовались тому, что их парень побеждает. Вы следите за выступлениями ваших друзей? Конечно, это даже очень приятно, когда участники твоей сборной выиграют и побеждают, как, например, наш участник по клэш-роялю занял первое место в группе. Вот, видимо, да, ваш был парень, да, ваши ребята переживали. Как вы общаетесь с представителями из других институтов? У вас какая-то братская, такая студенческая атмосфера? Или вы как-то подкалываете, может быть, друг друга? Ну, опять же, кто кого знает, мы участвуем на ВКСЛ только второй раз, поэтому мы еще не особо так знакомы, но если кто-то знаком в интернете, они друг к другу встречаются, а так, в принципе, нейтральные отношения к каждому. То есть, все на уровне нормального. И последние слова от тебя, возможно, приветы, возможно, какие-то советы другим ребятам, чтобы развиваться и идти в киберспорт? Смотрите много демок, играйте больше пагов и тренируйте стрельбу. А еще хотел бы передать приветы Кэнде Власенко, Диме, Игорю Вандерфулу, Артему Ринклу, Владе Славу Факие и Филиппу Фосе и Денису Ханисе. Да, спасибо. И последний вопрос. За кого ты болеешь на большой, так сказать, сцене? То есть, одно дело, полить, другое дело, может, какой-то у тебя есть игрок, с которого ты берешь пример? Я вообще болею за красивую игру, но по большей части я слежу за такими коллективами, как Na'Vi и Virtus.pro. И мне очень нравится, как играл игрок команды Virtus.pro и Kinder. Почему? Расскажи, пожалуйста. У него очень агрессивный стиль игры, и он всегда находит опенфраги и старается добыть преимущества для своей команды. Ну вот, будем бы пожелать, чтобы ты так же играл. Спасибо. Успехов. Спасибо. Все, до свидания. Все, да.